Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Guitar Mania. И сегодня я хотел бы сделать видео ТОП-5 электрогитар для моей коллекции. Ну что ж, погнали! Огромное спасибо всем, кто поддерживает канал материально, а именно спонсоры 49 рублей в месяц. Это очень мало для одного человека, но если у вас будет 100, 1000 человек, это будет очень круто поддерживать канал материально. Также огромное спасибо всем, кто покупает в магазине Strumke.ru именно с моим промокодом Guitar Mania. Вы получаете 7% скидку к своему заказу, я же получаю 3% от вашего заказа, и это тоже поддерживает канал материально. Также огромное спасибо всем, кто помогает и поддерживает канал как может. Лайки, комментарии, репосты, где-то здесь есть кнопочка поделиться. Если вам несложно, нажмите, поделитесь этим видео, например, ВКонтакте, и это видео пойдет чуть выше, чем оно могло бы. Итак, ТОП-5 электрогитар, которые я хотел бы видеть всегда в своей коллекции. И первая гитара это Les Paul. Будь то Бёрни или же Эпифон Les Paul Custom, но в идеале, конечно, когда-нибудь хотелось бы прийти к Гибсону у Les Paul. Но именно первая гитара, которую я хотел бы видеть в своей коллекции, это именно Les Paul. В принципе, Flying V, вот у меня есть Гибсон Flying V, звучит балдежно. Он перекрывает все потребности, которые идут у меня пол из пола. То есть по звуку, по гибсонскому звуку. И вот этот Гибсон Flying V отличная гитара для тяжелого, хорошего металла. Благодаря звукоснимателю Гибсон 500T. Звук жирный, мощный и очень классный. Flying V прикрывает. Но все-таки хотелось бы именно Les Paul. Вторая электрогитара, которую я хотел бы обязательно иметь у себя в коллекции, это какой-нибудь Super Strat с Floyd Rose. Например, вот этот Ibanez. Неплохой пример Super Strat с Floyd Rose. Ну или, как вы знаете, у меня есть еще вот такой Western Maniac. Сквозной, отличная гитара. Практически, можно сказать, копия Джексон Слоист. С Floyd Rose тоже. Но это еще один пример Super Strat с Floyd Rose. И это вторая гитара, которую я хотел бы всегда обязательно иметь в своей коллекции. Третья электрогитара. Это обязательно должен быть бас. То есть у любого гитариста должна быть какая-нибудь бас-гитара. В моем случае это Harley Benton BZ 5000 Deluxe. Здесь сзади так и написано. Очень крутая электрогитара, чумовая, обалденная. Стоила в районе 20 тысяч рублей, по-моему, если я не путаю. Но это просто сумасшедшая гитара. Она сквозная. Вы видите 7 кусков. Ну, в общем, сам сквозняк сделан из 5 кусков. Клен, махагани, клен, махагани. Клен, по-моему, не махагани, а над. Это тоже какая-то разновидность красного дерева. Здесь еще есть над. И здесь еще приклеены уши. Уши тоже сделаны бутербродом. То есть спереди и сзади идет клен. Вот такой он красивый. Как вы видите, достаточно толстый. Дальше у нас идет слой. Тоже достаточно толстый. Это ясень. По центру у нас идет над вот этот, который красное дерево. Дальше опять ясень. Дальше опять клен. И вот здесь, где вырез под пузом, можно видеть, как переходят все эти слои. Выглядит это классно. Звучит это тоже круто. И у любого гитариста обязательно в коллекции должна быть одна хотя бы бас-гитара. Кстати, ссылочку на этот бас, если вдруг он еще продается, я вам оставлю в описании под этим видео. Приходите, смотрите, посмотрите актуальную стоимость. И действительно классный-классный бас. Четвертая гитара, которую я бы обязательно хотел иметь в коллекции, это какое-то подобие страта или телекастера. У меня это гитара за 70 евро. Harley Benton TE20. В идеале, конечно, это должен быть Fender, конечно же. И для чего нужен телекастер или же стратокастер от Fender, чтобы получать тот самый звук стекла, о котором все мечтают. Ну и пятая электрогитара, которая лично нужна мне в коллекции, это, я бы даже сказал, не вот такая, а конкретно вот эта. Это Хмелевский Wing 7 мультимензурная. Для чего она мне нужна в коллекции? На самом деле, я считаю, что это самая удобная и самая лучшая гитара в моей коллекции. Сейчас объясню, почему. Это очень универсальная, опять же, на мой взгляд, гитара. Если вам нужен какой-то тяжелый звук, то здесь стоят звукосниматели, которые действительно достают очень тяжелый звук. Если вам нужен звук а-ля телекастер, вы можете включить отсечку, и эти звукосниматели действительно начинают выдавать практически стекло. Кстати, я это все показывал в обзоре этой гитары. Ссылочку на обзор я оставлю в описании под этим видео, так что переходите и смотрите. Играть на этой гитаре очень удобно. Она легкая. На ремне висит просто идеально. За счет мультимензура здесь равномерное натяжение всех струн. Начиная с первой, мензура которой 25,5, заканчивая седьмой, мензура которой 26,5. Смотрите, как она сделана. Это абсолютно сквозная гитара. 11 кусков. Я уже много раз это повторял, но это 11 кусков. Это клен, орех, махагань, клен, орех, клен, орех, клен, махагань, орех, клен. И приклеены еще вот такие уши из ясеня. Плюс сделан топ из дерева, который называется зебраном. Посмотрите только вот на эти вот такие вот, как будто караэт поел штучки. Очень-очень классная электрогитара. Настраивать ее нужно очень редко, благодаря вот этой системе. Но она практически не расстраивается. Делаете вы бенды или еще что-то. В общем, на мой взгляд, это самая универсальная и удобная электрогитара, которая только может быть. Единственное, что здесь нету, это тремоло. Но для этого есть суперстраты. С Флойд Роузами. Кстати, такие гитары есть и с тремолами. Просто мне тремоло не нужно. Это больше как поиграться. А вот это действительно та гитара, на которой я сейчас играю чаще, чем на остальных. Ссылку на эту гитару, ссылку на Харли Бентоны, на какие-нибудь Ибонезы тоже поищу, на Гибсоны. Ссылки, какие смогу найти, я оставлю вам в описании под этим видео. Друзья, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нас ждет много всего интересного. На канале уже более 250 видео, посвященные электрогитарам. Меня зовут Сергей, и это был канал Гитара Мания. Всем позитивного настроения. До встречи на Ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова